Статистика заражения коронавирусом в нашем городе не уменьшается. В связи с этим предпринимаются все меры по недопущению распространения заболеваний и лечению больных. В Восточном Казахстане в борьбе с COVID-19 в основном используется препарат Вавипиравир. Однако медицинские работники призывают жителей не использовать лекарства без назначения врача. По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения по семейском региону Думана Берекуле, в стране по 106-му клиническому протоколу при появлении первых симптомов коронавируса применяется противовирусный препарат Вавипиравир. Он был изобретен в Японии в 2014 году. Влияние препарата изучали ученые из США, Саудовской Аравии, Индии и Китая. Следует отметить, что принимать лекарства можно только по инструкции и под наблюдением врача. Данный препарат был разработан в Японии в 2014 году еще, где он применялся в качестве лечения от гриппа и применяли его при атипичных формах вирусных заболеваний. Данный препарат применяется у больных с легкой и средне-тяжелой формой. Сегодня этот препарат внедряется в клинический протокол многих стран. При использовании в лечебных мероприятиях он показал свою эффективность. Однако у лекарства есть противопоказания. Он имеет свои противопоказания в виде времени беременности применять нельзя. При планировании беременности нельзя. При применении женщин в фертильном возрасте должны проверять на наличие беременности. Во-вторых, нельзя применять его в заболеваниях, сердечных заболеваниях, потому что снижается состояние КОТ при гиперурикемии, когда идет повышенное содержание мочевой кислоты в мочи. Лекарство Фавипиравир будет получено через централизованную систему и распределится по медицинским учреждениям области. По словам врачей, коронавирус особенно опасен для пожилых людей старше 65 лет, а также для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистая, легочная система, сахарный диабет. В случае заболевания коронавирусом больные должны лечь в инфекционную больницу. Должен быть пройден полный курс лечения. Очень опасными являются осложнения. У некоторых они притекают клинически, у некоторых очень тяжелые формы. Дело в том, что распространение вируса происходит по разным причинам и в зависимости от того, как каждый организм его воспринимает. В нашем городе на сегодняшний день подготовлено более 600 коек. Медицинские специалисты еще раз призывают население соблюдать все меры предосторожности и санитарные правила.